приветствую каждого зрителя на своем канале меня зовут юлиана 19 июля обманчивый день эти действия принесут большие проблемы в жизни в сегодняшнем видео и все узнаете среда 19 июля противоречивый день управляемый нейтральными третьими лунными сутками он может подарить вам удачу новые возможности но в то же время его энергетика способна спровоцировать агрессию разрушающие то что было достигнуто ранее чтобы этот период прошел богополучно необходимо направить все свои силы исключительно в мирное русло не допуская критики грубых слов и прочих конфликтных ситуаций луна во льве сочетании с третьими лунными сутками становится очень нестабильным периодом во время которого вспышки активности то и дело сменяются упадком сил а уверенность в себе чередуется со страхом неудач чтобы справиться с эмоциональной нестабильностью необходимо гнать от себя мрачные мысли избегать необдуманных поступков не допускайте критики даже если уверена что вы абсолютно правы не говорите никому грубых слов кроме того в эту пору повышается риск столкнуться с мошенниками поэтому не доверяйте незнакомым людям не реагируйте на листивые речи сегодня крайне важно четко следует поставленным целям направляя все свои ресурсы на их достижение бездействие или сомнения могут стать причиной переизбытка энергии вследствие которого становится раздражительность подавленность и ощутимый дискомфорт чтобы этого избежать необходимо действовать быстро продуманно и решительно не допуская сомнения принятых решениях ваши поступки не должны причинять кому-либо вред приводить к негативным последствиям направьте свою энергию на защиту того что вам дорого во второго на сотке в душе каждого человека происходит борьба с темной стороной личности негативными чертами характера недостатками нельзя поддаваться негативу демонстрировать мнительность манипулировать окружающими однако это хороший парад для проявления амбиций и конкурентной борьбы в которой побеждает тот кто демонстрирует большую уверенность и не поддается эмоции сновидение увиденное сегодня позволяет понять насколько рационально вы расходите свою энергию помогает обрести внутреннюю гармонию беспокойные тревожные сны говорят о том что вы часто тратите силу в пустую игнорируя действительно важные вещи подумайте над тем как исправить ситуацию измените свою тактику поведения гармоничные позитивные грезы показывают что вы движетесь в верном направлении какой-либо дополнительной информации они не несут поэтому толковать их не стоит в эти сутки вас вряд ли посетит вдохновение поэтому не стоит браться за творческие проекты не принесет удачу работа над старыми задачами в попытке завершить начатое вы рискуете безнадежно испортить труд нескольких недель и даже месяцев поэтому не пытайтесь дождаться музу и переключиться на более приземленные задачи поскольку энергетика 3 тихонных суток подталкивают людей к активности предаваться пассивному отдыху на диване сегодня не стоит умственная активность тоже нежелательно поскольку у вас могут возникнуть сложности с запоминанием изученного поэтому отложите попытки освоить новые знания отправляйтесь на природу прогуляйтесь по лесу займитесь сбором грибов и ягод или целебных трав либо посидите на берегу реки с удочкой сегодня будет полезна физическая нагрузка тренировки положительно отразятся на ваше настроение подарен бодрость и силу в нас советуют день подходит для любых действий начинания однако чтобы получить желаемый результат нельзя сомневаться и колебаться кроме того от вас потребуется целеустремленность и ответственность поскольку спонтанные неуверенные решения не приведут к сколь-нибудь положительному эффекту отдайте предпочтение индивидуально проектом поскольку коллективный труд сегодня будет не особенно продуктивным нежелательно проводить деловые встречи совещания и переговоры так как достичь взаимопонимания вас не получится общение с руководством также стоит ограничить так как ваши инициативы озвученные в третьего на сутки не найдут желаемого отклика откажитесь от любых денежных операций удача будет не на вашей стороне поэтому повышается риск финансовых потерь особенно в случае крупных вложений сделок с недвижимостью также день не подходит для оформления кредита работа по дому не принесет вам желаемых результатов даже небольшая уборка может обернуться неприятностями в виде разбитых вазочек или статуэток поэтому ограничьтесь только неотложными задачами приготовьте обед покормите питомцев полейте растения а все остальное отложите до лучших времен неплохая пора для общения однако новых знакомств лучше избежать не допускайте всплеска эмоций следите за своими словами и поступками в третьего на сутки люди становятся более чувствительными поэтому необдуманные высказания могут привести к длительному разладу проявляйте максимум такта при общении со второй половинкой не допускайте претензий обид и ревности говорите больше добрых слов демонстрируйте свою заботу и внимание ссора начатая сегодня может разрушить ваши отношения поэтому приложите усилий чтобы ее избежать поездки запланированы на третьего на сутки рекомендуется отложить в эту пару путешественников поджидают не запланированы траты конфликты с попутчиками даже аварии поэтому вместо приятных впечатлений вы получите разочарование тем кто уже находится дороге рекомендуется устроить бдительность и если это возможно прервать путешествие чтобы продолжить его более благоприятный день день отлично подходит для создания талисманов при лечении удачи и процветания успешной будет любовной магии в особенности мягкие привороты создаем талисман на богатство вечером зажгите небольшую зеленую свечом с помощью спичек дождитесь когда огонь начнет гореть ровно озвучьте суммы который вам будет достаточно для обеспеченной жизни после скажите свеча огнем ярким сияет долго не сгорает дом мой она освещает достаток ко мне привлекает мою мечту в явь превращает богатством жизнь мою наполняет истина дождитесь когда свеча прогорит примерно на две трети после чего потушите горок положите лоскута льняной ткани добавьте 3 горошка черного перца и заверните сверток обмотайте зеленые нити и крепко завяжите носите при себе так целый месяц чтобы привлечь денежную удачу потом относим под дерево призываем успех вам понадобится небольшой агат любого цвета и формы выбирайте камень который вызывает у вас симпатию а при касании подарит ощущение тепла перед ритуалом промойте его проточной воде после чего положите на подоконник слева и справа поставьте по зажженной свечи после чего накройте камешек правой ладонью и скажите меня везде сопровождай удачу и успех посылай от глаза дурного от человека лихого от неудач и беспокойство ограждай камень всегда носите при себе приворожить любимого это несложный ритуал полностью зависит от вашей внутренней силы поэтому его не стоит проводить после болезни или во время чистки нехватка энергии лишит ваши действия эффективности чтобы его провести дождитесь темноты выйдите на улицу либо на балкон далее найдите глазами тоненький серп луны и произнесите под луною ты здесь проговорите имя любимого ту любовь мою принимай в нее словно омут ныряй ответное чувство сердце своем пробуждай от меня не вертись с судьбой своею смирись меня навеки влюбись верным не будь а других забудь любовь нашу храни с благом ко мне иди быть посему повторите семь раз после чего идите домой ложитесь спать родным приметом в этот день отмечаются соев день рожденным 19 июля присущи такие черты как дружелюбие сострадательность ко всему живому многие неудачи в жизни они преодолевают благодаря большому запасу терпения и веры в лучшее однако им важно научиться проживать и давать выход сильным эмоциям чтобы не впадать депрессивное состояние будучи очень внимательным к окружающим и своей семье становятся заботливыми и чуткими партнерами и родителями талисман именинников циркон в этот день наши предки выходили утром походить босиком по траве а потом не вытирая ног надевали шерстяные носки утренняя роса по примете дарила укрепление иммунитета и исцеляла многие болезни 19 июля хозяйки готовили варенье из черной смородины но варить его следовало только после очищения тела и души поэтому женщины предварительно читали молитву умывались прохладной водой если последнее время в жизни было много проблем то проводили генеральную уборку и особый обряд для этого брали мешок бросали него собранный в доме мусор а потом говорили мусор из дома в мешок уберу неприятности семьи прогоню пусть они исчезнут навсегда а к нам придет счастливая пора истина мусор сжигали в костре сейчас его можно просто выбросить и при этом сказать такие слова все беды на спокое оставляйте дорогу в этот дом забывайте в этот день не стоит планировать каких-то особо важных дел считается что во первых результат вы не сможете получить какой какой хотите и плюс они привлекут только большие неприятности также в этот день строго запрещена спешка считается что таким образом вы привлечете еще больше проблем свою жизнь и можете усугубить ее поэтому сначала лучше все обдумайте только потом принимайте решение перед сном обязательно повторяем такие слова я благодарю за этот день и все что он мне принес сейчас я отдаю свои мысли и заботы вселенной доверяя процессу и знаю что все будет хорошо вот говорим один раз и вы посмотрите что вашей жизни будет всего богополучно благополучно